Привет, народ! С вами Фенаргот. Боже мой, 5 часов утра, что я делаю? Обзор на сундук, который обещали за 615 левел в Battle Pass The International 2018. Да, вот он наконец-то вышел. Посмотрим, что там будет. Обещали переработанные имморталки из прошлых интернешнелов. Сейчас узнаем, что там есть внутри. И также, скажу заранее, многие меня сейчас постоянно спрашивают, что там с прогнозами на The International, в компендиум и так далее. Я их скоро подготовлю, просто хочется это сделать красиво. Плюс я жду прогнозов от многих аналитиков талантов про игроков. Скорее всего, это будет какое-то совместное видео кое с кем. Это небольшой спойлер, но он может просто не состояться. Что касается прогнозов вообще на обычные матчи и того, где лучше ставить, делать это лучше всего на паре матчей. Ссылка есть в описании. По ней можно получить крутой бонус аж до 6000 рублей, поэтому обязательно лучше там регистрируйтесь. Там, кстати, есть ставка на перебьет ли призовой фонд International текущее число или прошлый рекорд. Я говорю точно, да, потому что Valve не будет упускать возможности потерять аудиторию, поэтому там можете смело делать ставку и выигрывать. Что же, давайте посмотрим на сокровищницу. А, нужно получить, наверное, да, получить. Получить. Показать. Я так понял, они все, все данные шмотки находятся в данном сундуке. Да, они все выдаются. Вот, в общем, так выглядит переработанная шмотка с котлом за International 2013. Кто не помнит, там в оригинале оранжевый домок. Тут он зеленый. Ну, понятно, в зеленый стиль переделали. Меч на кунку. Давайте, кстати, посмотрим вообще в самой игре. Так. Попробовать. Тут есть причем два стиля. А что изменилось? А, я понял. В общем, второй стиль пожестче немножко эффект. Окей, давайте глянем. В общем, как-то так выглядит. А, боже. Я забыл отключить Dota 2 Mods, поэтому... Поэтому у меня так выглядит. Еще мне надето шмотки мои. Ага, вот. Корни вы только что видели, они такие зеленые. Давайте. Ага, вот. Собственно, корни зеленые вот так выглядят. У старой Морталки они были, ну, просто желтые. Тут они с кристаллами, я так понимаю. Так. Рандом великолепный. У меня нифига... Медведь не может... Вот. Все, сработали корни. Ну, окей. Ну, так себе. Давайте посмотрим на кунку. Вот у нас, если не изменяет... То это первый скилл. Я его обычно называю шампунь. Многие называют фонтаном. В общем, так. Вот так он выглядит. Ну. Ну. Пусть будет так. А, это первый, кстати, стиль. Да, давайте. Второй. Второй прямо... Эффект самого меча побольше. Давайте посмотрим, как... Да, вроде как кристаллы отлетают у второго стиля. Возможно, второй стиль сразу доступен или нет. Мы это... Я сейчас узнаю. На шторма. Там ультимейт. Шторма. Бесконечная мана. Ну, как-то так. Сама шмотка выглядит, кстати, прикольно. А вот... Эффект от ульты... Ну... Так. Ну. О, шмотка на Леона. Прикольно. Ее теперь можно комбинировать с рукой. Которая в этом году с интом вышла. Давайте посмотрим. У нас зеленая рыбка, да? Тогда, получается, должна быть. Кстати, четко. Потому что мне именно вот этой имморталки не хватало. На Леона. Ну... Выглядит неплохо, да. Зеленая рыбка. Нет. Ничего супер крутого нет. И на Лешрака. Блин. Ну, вот на Лешрака, кстати, мне не очень нравилась имморталка. Вообще, герой такой не очень метовый. Сейчас. Да. Как бы в профессиональных играх его там берут. Периодически. Но вот в пабе он вообще не метовый. Не метовый. Ну, тут эффект прикольный, да. Соглашусь. У меня там маленький антимажик заспавнился. Так. Окей. Так. Покинуть лобби. Сейчас открой сундук. Собственно, все шмотки дались, да. Давайте смотреть. Что нужно, чтобы сменить на второй стиль? Нужно оглушение станом. Сто пятьдесят. На Леона нужно продолжительность Хекса шестьсот секунд. Я так понял. Шестьдесят тысяч урона от ульты у Шторма. Сто пятьдесят попадений торрентом. И сто пятьдесят корней от Друида. Ну, в общем, самый легкий из представленных, это, скорее всего, ультимейт на Шторма и продолжительность Хекса на Леона. Попасть станом на Лешрака и на Кунку, это чуть сложнее. А, еще легкое, конечно же, корни от Лондруида. Сто пятьдесят секунд не так уж и много, вот. Да, вот. Наверное, самое сложное, это, получается, Кунка. И потом вот этот Дертли Шрак. Потом у нас, получается, Леон со Штормом и потом Лондруид. Ну, я так думаю. Вот как-то так. Что же, также хочу вам, господа, напомнить, что в Санкт-Петербурге с 25 на 26 августа я буду проводить паб-стомп по The International 2018, где буду лично присутствовать. И, конечно же, там у нас будет великолепное шоу. Помимо просмотра The International, там у нас будут и косплей, турниры по Доте, по Mortal Kombat, по FIFA, розыгрыши викторины с крутыми призами, крутая кухня, крутой бар. Я там буду, еще несколько ютюберов, стримеров, блогеров будет присутствовать. Это все с 25 по 26 августа, поэтому успейте приобрести билеты. Там их ограниченное количество, потому что площадка не такая уж и большая. Я вас всех там буду ждать. Ну, в скором времени ожидайте видео с прогнозами. Вот, я думаю, в течение, я думаю, дней 7 точно выйдет. С вами был Фенаргот. До скорых встреч. Пока-пока.